Здорово всем, это Шамшурин. Всем привет, мужики. Это Денчик, это Юра. Значит, у нас для вас охренительное супер предложение для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Лен-области. Смотрите, ну или либо тех людей, которым не лень будет туда подъехать. 12 числа в субботу и 13 числа в воскресенье, октября я не проведу. Состоится грандиозное, два грандиозных мероприятия от моих лучших тренеров, от Денчика и от Юры. Это будут живые практические мастер-классы. То есть, что это значит? Значит, что вы приходите и занимаетесь практикой. Это некий тест-драйв, где за символическую стоимость вы сможете попробовать свои силы, не просто попробовать за три часа этого мастер-класса в Москве, мастер-классы в Питере. Вы уже сможете познакомиться как минимум с 10 красивыми девушками, о которых вы раньше даже не могли мечтать, взять свои первые телефоны и, наконец-то, перестать быть просто теоретиками, мечтателями, планировщиками и так далее, а просто взять и начать, собственно, получить практический съем. Ты, наконец-то, закончишь смотреть видео и перейдешь к активным действиям, потому что, мужик, можно смотреть видео сколько угодно. Приходи 12-го числа в субботу в Москве и 13-го числа в Питере на живой мастер-класс. И ты, мы вместе с тобой будем делать действия. Да, мы будем делать самые азы, то есть, это подходить, будем учиться, как правильно подходить, как правильно брать телефон и как трогать, ну и, конечно же, получать качественную обратную связь. Вот, значит, смотрите, у меня аж после качественной обратной связи, аж в голове все. Ну, это для питерцев особенно. Ребят, и там, и там только 5 мест в Москве, только 5 мест в Петербурге. Для того, чтобы записаться на это супермероприятие, проверить свои яйца, то есть, чего они сделаны, из какого материала, ссылочка здесь под видео, то есть, вы оставляете свои контакты, вам перезванивают, записывают вас, и мы будем рады, мои коллеги, в частности, Денис и Юра, тебе помочь, чтобы, наконец-то, в твоей жизни что-то поменялось, а не просто рассказывать тебе теорию. Все, пока. Питер, жду тебя 13-го числа. Москва, 12-го октября. Пока. Ну, я голову, конечно, ее принес сюда, сейчас распакетили. Я прихожу, она там что-то, там, один как-то, другой, третий как-то, как Альяна говорит. Это вот это, которое я видел или нет? Нет, там я сам виноват. Просто я с Гришей на индивидуалке сидел за соседним столиком и выпаливал, как он с телками проводит свидание, и писал им смс. Ну, там потом уже он привык, но первое время, когда он получал от меня смс, он в WhatsApp, у него такое серьезное лицо становилось сразу. Блядь, все, что он там сейчас оставит делать? Но это было эффективно, да, потому что я тебе писал, что делать, ты это делал, но особенно про вот эту первую, ну, 27-летнюю, 37-летнюю. Но она пиздат выгонила. Только ты, конечно, там проебланил в конце. Ну и что? То есть она говорит, купи коктейль, купи коктейль. Да, потом что-то кальян там, и это самое. Типа она сама говорит, что кальянчик выходит, а на ананасе, блядь, какого-то надо взять. То есть она тебя даже не спросила, она сразу ему говорит, давайте кальян. Она уже, в принципе, хабалка из деревни какая-то, блядь. Я бы ей сказал, слушай, я вообще не хочу кальян, у меня на него аллергия, когда рядом курят кальян, я, блядь, сразу блюю на тапочки соседу, блядь. Не знаю, почему ты меня не под эгидой, что бабок жалко, а под эгидой я почему-то и меня не спросила. Официант уходит от кальянчика, молочек, не надо кальян, на бой, нахуй. И все, и начал ее отчитать. В чем проблема-то, блядь? Ну, просто есть такие телки, они, а, не воспитаны, ну, неудобно срать, стоя, Гриша, блядь. Неудобно, ну, как бы, значит, терпи вот эти, как бы, ситуации хуевые. Это отличный тренажер, как бы сказала Ирина Кравченко мне, типа, вот, пизду и тренируйся на этом, да? Это тренажер. То есть неудобно. Ну, блядь, а зачем тебе вообще такая телка уже, которая, ты уже понимаешь, что она просто берет и нагло, блядь, покупает там бычью сперму в чесноке, блядь. И тем более ты такой говоришь, да нахуй она мне, то есть, ну, как бы, жениться, ты вряд ли будешь на такой, который вообще не ебет, есть у тебя там деньги или нет, да? То есть говори, как есть, блядь, что ты лишишься, что ты потеряешь, как бы, ничего. Лицо свое потеряешь, да, она свое лицо потеряла. То есть есть такие телки, которые, ну, они недальновидные. То есть если бы я был каким-нибудь Павлом Раковым, я бы сказал, что ты ебанутая, так нельзя. Ну, потому что, как бы, дальновидная телка, наоборот, бы строила себе такую, ой, скромняшку, там, хуяшку. Ну, как вот там, как-то вот ты сегодня про Пашу рассказал своего, этого индивидуальщика. Ну, то есть, как бы, то, что он там москвич, туда-сюда. Я не думаю, что телка сразу так себя вела, потому что Паша бы сказал, блядь, ты охуела. Ну, как бы, Паше палец в рот не клади, блядь. А тут, получается, она себя ведет, но неправильно, потому что она сразу, ну, как бы, это, знаешь, как голодный из голодного года. Пришла, надо быстрее, пока есть халява, блядь, за чужой счет наебеница, что ли, блядь. Как тебе может быть стыдно? Мы еще уезжали, я говорю, типа, нам в одну сторону, говорю, поехали со мной. Она такая, нет, 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 типа, я такси вызвала, БМВ, блядь, себе. Она говорит, дай мне денег на такси. Охуела, что ты, блядь? Ну, на такси я уже сказал, да, блядь, ты че, блядь. И что она говорит? Да ничего, но потом, на следующий день не вызвонилась, и все. Да нахуй, она нужна такая. Да. Или она пришла, поняла, что, как бы, может, чувак, ну, не то, что мне надо, да я хотя бы сейчас оторвусь, блядь. А ты отказал ей, ну, в деньгах на такси? Ну, типа, я говорю, я говорю, ну, у меня в дворах машины поехали, типа, ну, как бы, на одну сторону. Отказал в деньгах, блядь, называется, я тебя сам подрезаю. Да, 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 да. Понимаешь, что это хрень? Она говорит, нет, нет, я на такси, я говорю, ну, смотри, говорю, как бы. А что она Майбах не вызвала, вот как мы тогда, блядь, в отеле тоже отсюда, втроем скинулись, блядь, поехали на Майбах. Она мне еще в процессе рассказывала, что... Блядь, она Майбах не вызвала. Она мне еще в процессе рассказывала, что на каком-то баре на Рубинштейна работает, и, типа, у них там прямо это самое, они все время там мужиков разводят, там, типа, какой-то приват, 40 тысяч. Она тебе об этом рассказывала, да, что она при этом продолжала на тебе делать то же самое, блядь. Да, минимальных. Есть такие бары, я видел по телеку передачу, где тёлка выходит на Невский, сама знакомится с иностранцами, там, ну, ходит им, там, глазки строит. Она, это реально, это работа, прикинь. То есть они принадлежат к бару. Их задача, у них есть план, там, их там ебут там за невыполнение плана. Она выходит на Невский, она должна выцепить иностранцев, сколько-то за вечер, привезти сюда, назаказывать самой дорогой хуйни в этом баре. Там обязательно. Я прям видел передачу, короче, блядь, я охуел, ну, хотя я в наше время ничему удивишься. Потом она с этими сидит, куда-то пропадает, идёт, ну, то есть это работа. Скорее всего, тёлка из этих, но блядь, нахуя она тебе тоже самое делала. Она мне ценно начала рассказывать, я сам охуел, она говорит, типа, какой-то танец, там, типа, массаж 40 тысяч, думаю, нихуя себе, блядь, 40 тысяч. Нет, это типа, да-да, даже не секс, там, просто, типа, да, приват какой-то, типа, 40 тысяч, нихуя себе, блядь. Конечно, даже не секс, если ты ей сказал, давай 41, я тебя здесь выман, а давай, блядь. Это они все так говорят, какой секс? Ну, с такими как раз надо есть просто из-за своей невоспитанности, а тут она прям уже по схеме работает, понимаешь? Ну, надо её обламывать, это её заинтересует, чувак, или не заинтересует, она съебётся, ну, тут других вариантов нет. У нас будет задание, завтра ты его уже получишь, и тебе надо в тройном размере его сделать. Ну, и моё задание потом ещё тоже. Сегодня надо им дать это задание, Юра, ты заебал. Что ты тянешь? Закрою дверь пока, чтобы... Сегодня ты меня угощаешь. Вот, надо было ей сразу и сказать, и именно по этой всей причине, потому что мне всё это рассказываешь. Сегодня ты меня угощаешь.